Мы жители района аэропорт по часовой улице метро «Сокол». Дом постройки у нас 60-го года. Все стоящие здесь проживают 61-го года. У нас никогда не было никаких претензий ни к властям, управляющим нашим районом, ни к кому. Но в этот раз из-за этой стройки мы не можем записаться ни в управу, ни в префектуру, ни к кому. Напротив нашего дома происходит застройка, как говорят, некапитальная застройка офисного здания, продаж. Когда встречались с застройщиком, он не показал никаких документов на застройку. И нет у них разрешительных документов, когда была проверка, значит, у них была проверка 28 октября. Им выписано предписание, что у них нет проектной документации и прав на застройку. У них были права только на слом одноэтажных зданий, стоящих в этом месте с 50-х, 60-х годов. 17-го числа была проверка, 17-го ноября была проверка выездной комиссии. Сейчас скажу, какая комиссия была. Комитет государственного надзора города Москвы, которая выявила у них, что не было ни разрешения на стройку, никакие документы, подтверждающие это строительство, не предоставлялись. Это план нашей дворовой территории, который нам предоставил любезно жилищник в отделе благоустройства, который действует на сей момент. То есть, по мнению жилищника у нас убирается, то есть, фактически убирается у нас город. Мы не знаем, почему эта территория отошла к ООО С-3 Часовая. То, что в 2018 году произошло межевание, мы узнали только, когда были у главы управы на приеме 7 ноября. И то мы к нему не могли записаться три недели, только записались благодаря тому, что у меня сын написал на Собянина, тогда нас принял глава управы. И то с большими препятствиями, потому что секретарь отменила запись. Там он нам сказал, что было межевание в 2018 году, и, как говорится, наш двор попал в аренду до 1968 года в группе ПИК, где собираются строить многоквартирные дома и всю остальную инфраструктуру, включая детские сады, поликлиники, парки и другие объекты. Вот эта территория, которая находится, это, по факту, наш единственный и так узкий достаточно дворик. У нас хотят, по факту, да, отняли уже, условно говоря, сдать в аренду застройщику. Уже сдали. А по факту, на самом деле, на сколько лет там? На 68 лет. Нет, на 45 лет. На 68-го года. У нас, условно говоря, нас хотят пожизненно лишить дворовой территории. И хотят поставить забор на уровне подъезда. Уже отобрана часть парковки. Следующий этап – это двор. Следующий этап – это, как говорится, отберут у нас двор. Где находится у нас детский... Это не первая очередь. Это первая очередь – это то, что находятся трубы горячего водоснабжения нашего дома. Около дверей сказали, забор поставим. Около дверей. Мы не войдем, не выйдем в дом свой. То есть не будет проезда ни для даже какого-либо транспорта, экстренного отбора. Ну да, не дай бог пожара. У нас пожарная машина не войдет даже во двор. Они еще будут ставить здесь шлагбаумы. Свои. Вот. Мы не против стройки. Пусть стройки. Но оставят нам нашу дворовую территорию. Оставят нашу дворовую территорию. А пока на данный момент все наши обращения получают какие-то формальные ответы. Формальные отписки, одинаковые отписки. Причем нельзя записаться ни в управу, ни в префектуру, ни в жилищник. Никуда. Все игнорируется. Ну, в принципе, как там поставили, у нас будет стоять забор и все. То есть нельзя будет нам не парковать машины. Дети не смогут гулять во дворе. Не сможет заехать пожарная машина, доставка и все прочие службы. Куда мы только не обращались. Везде, как говорится, даются только отписки с кадастровым номером. Уже в инспекцию по поводу того, что поставили забор и сузили проезжую часть на полтора метра, я обращалась в муниципалитет, значит, потом обращались в департамент градостроительства и архитектуры 2-го числа. Стройнадзор 2-го тоже 11-го числа обращались. Они, значит, дали нам заключение, что заявление на строительство застройщик не подавал. А 28-го, 10-го месяца МОСССРОЙНОДЗОР собрал комплект документов для прокурорской проверки. В жилой инспекцию обращались, она все скинула в префектуру. Там мы получили одни отписки только. Управа, вообще не в курсе, кто у нас застройщик, она написала, что это не капитальное строение, хотя все его признали капитальным, и что строит его ПИКУК. Мы также обращались в административно-техническую инспекцию, в федеральную службу по надзору в сфере потребителей. В префектуру обращались, но тоже идут одни отписки. В префектуру последнее обращение, вот вчера пришло, было 17-го, 11-го. Там информационно-аналитическая система градостроительной деятельности дала заключение, что разрешение на строительство не выдавалось. Комитет государственного строительного надзора тоже разрешение на строительство не давал. И почему эта территория отошла к ООО С-3 Часовая. Вот получается наш дом. Да, наш дом. Здесь была мусорная площадка. Мусоросборник находился на территории двора у нас 60 лет. Когда они его сломали, то перенесли под окна жилого дома на расстоянии 6 метров. Мусорная площадка у нас была вот. Вот она, да. Соответственно, потом ее перенесли вот сюда. Вот это получается. Да. Дверг подвес, то прям под окна людям, да. Соответственно, поступили жалобы. И эта мусорная площадка перешла вот на проезжую часть практически. Вот мусоросборник. Новый мусоросборник. Памятник, как говорится, жилищнику. Нет, жилищнику. Памятник жилищник ставил. Да, и машина не видит. Да, да. Получается, что машина вышла, а обзор... Да, закрыт. Вот, видишь, вот осталось чуть-чуть от мусоросборника вот здесь вот. Да. Ну и ты что, вот этого забора, его не было? Да. У нас здесь сколько у нас парковочных мест? Здесь 4 или 5 парковочных мест. 4 или 5 парковочных мест. Они уже у нас отобрали, просто придвинутся. Да. И закрыли, как говорится, наш байпас, который питает горячей водой. А где находится наш коммуникаций? А вот они, иди посмотри. Вот, иди посмотри. Вон, видишь, они вон на высоте метра, вон они. Вот они, закрыты. При строительстве этого офиса продаж, как они говорят, не капитальное строение, огорожен наш байпас, где они хотят делать въезд для своих машин. У нас по дворовой площадке, которую хотят отнять, проходит байпас. Это горячая вода нашего дома. Вот это вот трубы, по которым идет горячая вода и отопление в наш дом. Они проходят практически по всей территории двора. Часть уже закрыта, как говорится, забором. То есть отошла, грубо говоря, ООО С-3 часовая. И что с ними будет, нам неизвестно, потому что документов нам никаких не показывают. Ни на застройку, ни на то, что отняли территорию. Мы хотим вернуть нашу дворовую территорию, и чтобы нам объяснили, когда было межевание, поставили в известность, почему так произошло, что городская земля отдана в аренду нашего двора. Почему мы остались без двора? Такого быть не может. И фактически не только без двора, но и без горячей воды можем остаться. Потому что если трубы там закопают, а трубы рвутся у нас два раза в год, которые подходят к дому. Ну да. И плюс ко всему прочему, и без детской площадки, и без парковок, без всего. Потому что теперь уже получается, почему, собственно говоря, мусоросборник был перенесен. Потому что теперь эта территория принадлежит застройщику. И получается, что единственное, где мы можем поставить наш мусоросборник, это вот... А застройщик это ООО С3 часовая.